Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платёжными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. Регистрируйся уже сейчас. Снова-таки привет. Студия StarLadder TV. И последняя карта уже точно на сегодня. Команда MVP Flash Gaming разыграют проход в следующий этап прямо сейчас. Это дабл-эллиминашн-сетка, так что проигравшая команда всё ещё будет иметь шансы на возвращение и получение второго слота экстар-серии шестого сезона. Две из которых на азиатских квалификациях, за которыми мы смотрим, и разыгрываются. Первая карта ушла команде MVP. Это был Мираж. Следом Трейн забрали Flash Gaming. При этом без особой борьбы от хозяев карты. Ведь именно корейцы выбрали Трейн. И теперь всё решится на кэше. Пистолетка. Flash Gaming в атаке. Возможно, для них это является даже вкусом. Капли спалились. Не знаю. Ксиг, наверное, хотел немного поморозиться. Но его проверили. Сам каким-то образом себя запалил. И после этого всё пошло наперекосяк. Даже несмотря на шикарные убийства от G. Он дал три килла. Это раз. Во-вторых, MVP в принципе укреплялись на базе B. Но то, с какой лёгкостью Flash Gaming прошли первых двух опорников, не оставило корейцам особых шансов. Хотя этот, конечно, довольно странное укрепление. Подобного рода против быстрых пистолеток от атаки обычно работают. Но не в данном случае. Хотя G, конечно, найс трайв. Залепил прям три убийства. Но это не помогло. Форсбай. Абсолютно ожидаемый от MVP. На карте Трейн они так и вовсе делали крайне нестандартное решение. Делали всего лишь один эхо после трейдерной пистолеты. Дальше делали два форса. Такое увидишь не каждый день. Ну а что касается этого раунда, два. Два не вклад гейминг. Делали. И по сути теперь могут спокойно выходить на B-flat. Дабы они не пошли. Они встретились с одним игроком. Ну, к B они были ближе. Это было проще, неплохая шутка ворваться от солиния. То есть, если бы бомба ставилась не за ящик, а куда-нибудь просто в планте, и если бы КТ не прикрывали, можно было бы найти какое-нибудь легкое убийство, на некоторое время предотвратив установку бомбы. Но флэш-гейминг уверенно в себе. И это 2-0. А вообще-то даже и 3. Да, были случаи, особенно на Мираже, когда MVP выигрывали экономические раунды. Ну там пистолеты не дефолтные были, по крайней мере. Далее. С другой стороны, в следующем раунде MVP ожидают 5 USP. Миниксы закрывают. Надоют сохранить армор и пистолет. Так что теперь стандартный сливной раунд. В чате пишите, за кого пришли поболеть. На какой счет рассчитываете. Можете попытаться угадать счет. Давайте я тоже попытаюсь. Мой прогноз 16-12 выиграет команда флэш-гейминг. Вот так. На трене я говорил, что победа MVP, скажем, порадовала бы меня немножко больше, но на самом деле все равно. Машины выглядят просто более ответственными. Хотя конкретно в этом раунде MVP предприняли решение купиться на шорте. Даже сделали фраг. Ну потому что в пикерово взяли одного соперника. Но дальше этого дела не пошло. Или пошло? Зеф. Вряд ли удастся распятлять еще двух своих соперников с арморами. Хотя есть попадание по картонку. Ну 40 кп теперь всей можно размансить. Последний как раз 40 кп имеет. Зеф! Милостивый Иисус! Это просто минус 3 и раунд, выигранный Юспом у двух калашей. Вы спросите, как это возможно? Не знаю, отвечу я вам. I don't know. Я без понятия. Один Юсп. Два калаша. Один из которых сотый. И Юсп. Ну, два-один. Не знаю, у меня нет не то что слов. Вообще нет ничего. Можно просто снимать наушники и уходить. Не понимаю, как такие раунды берутся. Ну, Сирисли, два против одного. С калашами сотый. Есть точное понимание, где чувак. Даже ладно, один-два. Один в три-то ситуация была. Зеф с Юспом разрулил один в три. Ну, хорош, хорош, братан. Это был важный раунд. И с психологической точки зрения, с точки зрения давления на соперника. Ну, и в принципе. Ведь команда MVP может выйти вперед, выиграв всего лишь один девайс на раунд. При счете 0-3, то есть при стандартном счете такой возможности, у MVP бы не было. Ну, посмотрим. Отчаиваться китайскому коллективу не стоит в любом случае. Нужно продолжать играть в свой Counter-Strike. Дым на зигзаг. На коннектор. Который отрезал Солинья. От контроля мидла. Флэш-гейминг же использует. Образовавшееся окно в центре, чтобы сплетануть Б-базу. Выйти туда на контакте. Я так понимаю, даже в особых гранат. Саммер просто собирает Б-1, следом разменивают Иксигна. 4 в 3. Ситуация, которая флэшей полностью устраивает. Не получилось и у Солинья пикнуть через девятку. Так что и Минексу, и Джи, особенно Минексу, лезть на плен с установленной бомбой уже не следует. Нужно сохранять девайсы. Но не получилось уцепиться за тот самый первый девайс. И легко выйти вперед. Преимущество по счету. Придется послевать. Хотя мы видим, флэш-гейминг не идут на поиски девайсов. Так что, наверное, логичнее предположить, что дальше MVP сделают еще один форсбай. То есть, зная их стилистику игры или, ну, предполагая, да, анализируя то, что они показывали на трейне, еще и два девайса. Здесь, наверное, подавляющее большинство команд сделали бы форс вместо тейка. Да и все равно два сливать придется. Так что, да, дальше у MVP будет закуп. Но вот если этот закуп будет проиграть, флэш-гейминг, четвертый, пятый. Да, есть варики выйти на счет 5-1. Так что текущий будет катастрофически важен для MVP. Ого. Вот видите как? Подслили парочку раундов, и коэффициент уже 4-10. Против 1-20 на флэшей. Хороший коэффициент, скажу честно, в первую очередь на MVP. Понятно, на флэшей не очень ставить бессмысленно по такому счету. Здесь дело в том, что MVP вторую половину в атаке будут играть. И атака на кэше, как мы понимаем, не слишком сложна. Так что на вашем месте, если вы, конечно, не бедный человек, я бы всерьез задумался. Может, удастся приумножить свое богатство. В 4-10 раза. За вычетом налогов, конечно же. Так, минута 20. 3-1 счет. MVP бай даже лучше, чем я предполагал. Бакльтайвик. В 9 и ЦЗшка. Сохраняются даже гранаты. Хотя, конечно, без гранат в защите на кэше тяжело. Вообще без гранат тяжело в этой игре. Ну, кстати, как раз-таки он с ЦЗшкой делает один килл. Уходит невредимым, забирая еще и второго. Ну, не забирая, но не, а вносят к нему урон, конечно же. Дальше Солинья. Куда это он прошел? В спину. Зависал со своим соперником. Забрал на Балуана. Солинья пытаются найти, но он спрячется в уголке и едва ли не выигрывает раунд своему коллективу. Да, так и получается. Прожали спину господам из флэш-гейминг. Это они просмотрели. Так что текущий раунд MVP должны забирать. Один красный игрок. Его забрали в винтах. Один в четыре сложный раунд для Осака. Может, куда-то еще денег заработать. Сидим. Ха, красиво! Осак забрал первого в голову, раскрутился на второго, понимая, где тут находится. Но вместо... Ну да, да ну, братик, 7, 6 секунд. Нет, здесь никого. Да, 5, 4. Все, ставит бомбу. Здорово. MVP подбираются поближе. Понимаю, что соперник все равно красный. Здесь очень маловероятный Осак. Найс трай. В любом случае, он извлек максимум из этого раунда. И по итогу он оказался не таким уж провальным, каким казался в начале. Для команды Flash Gaming они 3 кила сделали и поставили бомбу. Это, в частности, позволит им провести хороший бай. 6300 было даже у Осака. Мы могли взять АВП. Без этого обойдутся. Да, раздроп. В МАК-10 будет работать Саммер. У него было мало денег, где-то 300. Просто покупать Галил армор без гранат было бы как-то эгоистично. Так что Саммер решил взять фармган и гранатки. Хорошее решение. Пуш токсика. Флэшка. Саммер пытается убежать, но не получилось. Уперся в стену. Тиммейт был далеко. Так что снова удачный контрфлик от команды MVP. Пожали токсик. И сделали фраг еще из фармгана. Это дополнительный бонус. Флэш гейминг. Нужен какой-нибудь ранний размен. Поэтому Шанхай Форест. Кстати, никнейм по-моему меняют, да? А, там есть что-то. Гонконг и Шанхай. Все, я понял. Гонконг и Шанхай. Так вот, размена на центре карты флэш гейминг не нашли. Эту точку MVP просто отдали на откуп своим соперникам. Сами укрепившись по плантам, возможно, это не сыграет им на руку. Хотя пока борьба держит за собой. Мне на долгоджи не удается подвинять второго на сквике. А вот Салинья за пикапом справляется хорошо. Раскрутил кольт на два убийства. И снова-таки максимум, на который могут рассчитывать флэш. Это клатч один в три от Набалуана. И такое бывает, но не в этот раз. Счет становится 3-3. И вот сейчас флэш гейминг, пожалуй, придется отыграть сливной раунд. И наконец-то выйдут вперед по счету. Понятно, Ленин топил на MVP. Не, я не ставлю. Особенно на такие рандомные, с моей точки зрения, матчи. 3-3. Бомба позволила флэш гейминг закупить пистолеты арморы. При этом не тратя все деньги, оставляя некоторую часть к закупу в следующем раунде. Пока что работа через подсадку. Салинья особо не рискует. Ему открываться не от резона. Нужно просто посматривать ход в лонг. И, конечно, своевременно давать инфу тиммейта. MVP понимает, что вентиля уже могут быть заняты. Минникс отстреливает от Салиньи. Его дожидались и дали Салиньи спокойно уйти. Конечно, хорошо, что кореец не стал ввязываться до конца в эту перестрелку. Поняв, что шансов выиграть ее не очень много, просто ушел обратно. Ведь Минникс, как мы сказали, сделал первый килл в раунде. MVP большинство получили. Так что теперь все зависит от опорника в Эплентар. Просто номер 1 и 2 за Фоксиган. Как я сейчас понимаю, что у него граната. Как часто я замечаю, что граната становится не слишком хорошим подарком, что даже и неприятностью для опорников, которые дают их в момент выхода. То есть, вот кажется, на что бы повлияла эта флешка. Стоя лучше с девайсом, но надо было ее давать. Теперь 2 в 2 и установленная бомба. Убывание через винты. К ним спиной поворачивается на Балуана. Не слышал, что ли, Джи. Или от флешки отвернулся. Или, может, флешон. Или варианты 2. Теперь Шанхай Форест пытается выиграть флеш. Он принимает девятку. При этом с Вентрума его не разменяли. И благодаря этому Шанхай раскрутился, сделав два убийства и затащил таким образом флеш 1 и 2. Красавчик! Красавчик! И при этом, как грамотно он выбрал позицию, сидя в каналке, он имел возможность забрать девятку и спрятаться от позиции в Вентруме. Таким образом, его не сумели сразу разменять. А если ты не размениваешь сразу, тогда это уже не разменная ситуация. Просто один в один, где у соперника, ну, какое-то преимущество есть. 4-3. Обратите внимание на девайсы MVP. Только один полноценный койп и 3 UMP. Конечно, фармган это неплохой. Но не сравнится с тем фармганом, которым он являлся до его нерфа. Не помню, когда был нерф. Может быть, вы мне напомните. Года назад, наверное, да? Плюс-минус. Ох, вот до этого нерфа с UMP можно было мажоры выигрывать. Крайне эффективен был этот фармган. Ну и сейчас тоже так. Правда, не в этом эпизоде. Выпуск от Минникс он принялся. Он принялся в шарфе, чтобы он будет размена G. Но стройки его тоже выкуривают. А вот иксиган со своим фонтер-разменом по мейну. Снова размен! Ну, ребята реально меняются игроками. Нет такого, чтобы кто-то сделал два убийства. Килл-размен, килл-размен. Приятно поставленная игра в этом отношении на тимплее у команды MVP. При этом позиция в мейне может читаться не сразу. Да, вот о чем не речь. На таком тайминге мейн прочесть было сложно. И снова размен от Гонконга. Один в один. Ну и, наверное, по логике сейчас Зеф должен давать свое убийство. Однако вот тут-то как раз цикл и прервался. Не получилось у Зефа поймать эту вероятность. 5-5 и, вероятно, 6-3 будет в пользу команды Flash Gaming. Кого-то коэффициенты. Они по какому принципу? Они, наверное, задержкой в 1-2 раунда выставляются. Потому что Flash были фаворитами, не имея большого преимущества по счету. Сейчас оно расширится, это преимущество по счету, а коэффициент возьми да и упади. Ну, точнее, наоборот, поднимись. Если так смотрим. Ищите возможности заработать денег. В таких сладких коэффициентах. Ищите их так же, как Шанхай ищет корейских игроков. Здесь просто врыв на рот. Прекрасная возможность заработать денег для Саммера. Он, насколько я помню, является еще и мейн-снайпером команды Flash Gaming. Для него это лишним не будет. Правда, в этом раунде... Саммер принимает решение обойтись без снайперского девайса. Снова 5 М4. Вообще, ОВП, несмотря на то, что кэш довольно открытая карта, в основном игнорируется. Команды. Так, первая стоимость на центре карты. Гангкор. Внимание, наставай. Тут же врывается Шанхай. Снова-таки размешан. И не сам там было двое. А вот Зеф, воспользовавшись имеющейся информацией, все же... Выпал из вентилей, куда его предварительно подсадил тиммейт. И таким образом вывел свою команду вперед. Забрав мидл. Теперь и сплитовать нечем. И ситуация в большинстве. Осак, тем не менее, просочился за погрузчик. Так, забрал джин. Ребята, тоже нужно контролить. Минникс туда уже поднялся. И как раз-таки вот в этой ситуации, в этом эпизоде про девятку флэшгейминг и забыли. Вообще, коварная, конечно. Точка. Особенно, если ты выходишь сразу, тебя оттуда не напрягают. И ты, ну, вроде как... Понимаешь, что она свободна. А тут соперник возьми на шуфтах, да и залезь туда. Саммер. Немного улучшает свое положение в этом клатче. Один против троих. Делая свой фраг. Также он устанавливает бомбу. Пытается забрать пикап. Ох, как сейчас нужно было даже выстрелить, попадать по голове. Далее мейн. Кстати, Саммер читает мейн. Ожидает Зефа с этого направления. Перестреливает того. Я не могу последним. Но выход и делает это Саммер снова-таки клатч от игрока команды Flash Gaming. Уже далеко не первый. Ну и пока мы, ну, сколько, три клатча видели, да, получается, с USP от команды MVP 1 в 3 и 2 от Flash Gaming. Хорошая работа. Этот раунд MVP проигрывать уже не следовало. Ну, вообще никак. Здесь и счет, и экономика не позволяла. И вообще ситуация, которая складывается на карте. Но благодаря индивидуальным действиям от Flash Gaming все получается. И даже первая половина сейчас должна им уходить. Да, дисциплинированно работает Flash Gaming. Это было видно особенно на трейд. Особенно острое, я бы сказал. На мираже парни, возможно, перенервничали. И в некоторых моментах это действительно было видно. Ну, а дальше взяли волю в кулак. Красавцы. Второй и третий килл. Саммер минусует ксигна. 1, 5. Остается G. Ну, давайте минус 5. Нет. Не в этом раз. 8-3. What about money? Снова-таки они есть. Ну, и в этом тараунде АВП мы увидим. 6 стол зефа. Может, может передропать, если захочет. Как минимум он. Ленин, как комментатор, типичный представитель постиндустриального эксистенциализма. Не такой я умный, чтобы понимать эти слова. Но, наверное, это намек на то, что не слишком веселое комментирование сегодня. Что ж, бывает и так. Бывает и так. Была пауза. Ну, это, вероятнее всего, пауза от команды MVP. Хотя, может, и техническая была. Ну, просто по счету, перед началом важнейшего девайсного раунда, который либо позволит флэш-гейминг уйти уже в астрономический отрыв, либо MVP немного выровнять свое положение на карте. Да, вот на филикс со своим пиком медла из-под ящика и первый фраг в его исполнении. 5 в 4. Для флэш-гейминга не впервые разыгрывать раунды в меньшинстве. Есть позиции в вентилях у Зефа. Но давить игроки команды MVP, конечно же, своих соперников не будут. Научены горьким опытом трейна, где, я думаю, все холлы, особенно болельщики MVP, было несколько неудачных решений с подпушем нуля. Здесь толпчик тоже прожимался, но скорее в те моменты, когда это было действительно нужно. И так, мидл, Солинья пропустит его или нет. Вентиля в любом случае Зефа тоже себя показал. Саммер дает колл тиммейтам о том, что в винтруме точно кто-то есть. И, конечно, нужно быть готовым. Осок красиво, очень красиво переигрывает. И внимание о том, что единственный опорник на бейме тоже нужно забирать на размене. С другой стороны, сам... Саммер погибает. Это был фраг на центре, насколько я понимаю. Так что бомба хоть и установлена, но меньшинство у флэш-гейминга, из которого вновь нужно будет выпутываться. Солинья привлекает внимание, показывает свою позицию на том. Киты есть, но только один набор. АЕшка на вентиля, но оттуда никого не будет. И Осок пока это не понимает. Девятка, Джей, первое убийство. Мог бы сейчас Гонконг сделать, но работает чуть-чуть осторожно. Параллельно с этим считается и халпас. Снова выпад на девятку и снова-таки килл. Второго забирает Осок. И теперь, бедолага, Солинья оказывается один. Он не мог даже помочь своим тиммейтам, хотя, наверное, должен был. Бомба вот-вот взорвется. Солинья уже нет смысла подбираться к пленту. Флэшгейминг убегает и множество клачей. Один в двоих против троих были выиграны флэшгейминг. Сейчас раунд два в три. Также выиграли китайцы. А вот эти коэффициенты уже больше похожи на правду. Да-да-да, нужно было ловить 1.8 на флэшгейминг, когда это было можно. Сейчас уже нет. 5-0-2 на победу в матче. И это уже резон. Саммер, наконец, берет АВП. Я так полагаю, но трофейно. Самый флэшгейминг в первой половине для себя авик, сколько я помню, не закупали. В мидле. Шанхай замечает своего соперника. Там же за цементом есть и второй. Молик и Гонконг отгоняют подальше. Хотя урона все равно внесли. Что же происходит под базой А? Минникс поджал мейн. Все, что он увидел, потому что на мейне никого нет. Солинья. Ну, понимал, что летит молотов за цемент, и ему никак не выйти. Ходил на опережение уже. То есть еще до того, как Молик прилетел бы в его позицию. Его забрали, но тиммейт разменял. Как мы и замечали ранее, MVP четко работают на размен. Мейн поджимается, и благодаря этой инфе MVP в большинстве своем перемещаются на базу Б. Но не слишком ли поздно? Вот главный вопрос. Зеф даже не выходит через дыр. Сильно разменивают. И по трассерам находят самого Зефа. Я даже не понимаю, на что здесь расчет. Дело просто в том, что фармган — это не автомат, ну, в полном смысле этого слова. Это пистолет-пулемет. И как бы стреляться сквозь дымы, когда тебя по трассерам тонет. Скоро точно можно зажать куда нужно. А ты, даже если по голове попадешь сквозь этот дым, что, конечно, маловероятно, это ни на что не повлияет. Так что смысл таких прострелок является необычным, но с другой стороны, наверное, когда ты сидишь и простреливаешь эти дымы, всерьез не рассчитываешь, что тебе прилетит. Думаешь, ай, вот сейчас постреляю, может, попаду по кому-нибудь и убегу обратно за дым. Но не тут-то было. 10-3. Флэшгейминг наиграли серьезное преимущество. Кэш, конечно, сильность. Точнее, это карта, на которой это сайт все-таки посильнее сторона. 10-3. Это серьезный счет. Для любой карты. Что там у нас в чате тем временем? Болельщики MVP негодуют. Как же так? Ведь нормально все начиналось, нормально общались, парни, но на мираже-то хорошо играли. Что же пошло не так? Что же там с трейном? В особенности, что с кэшом? Хотя, делать выводы относительно кэшара на ванду. Да, 10-3, преимущество в 7 раундов, но в случае, если MVP сейчас заберу два оставшихся, дам пистолет, а вот разрыв уже не такой большой. Наверное, все мы много смотрим КС. Так что, такими спичами никого не удивишь. Снова раунд под Б, флэшгейминг решит нарушить слабое место у своего соперника, под винтами работал Зев, и вот как бы выяснилось, меня десант снова неудачный, как, собственно говоря, этот выход от команды флэшгейминг. Молик, будет, очень нужно, пока не сгорает, все-таки золото в Зев, но Саммер сам себя загнал в ловушку, то есть этот уголок, из которого ему уже не выйти. С одной стороны горит молотов, с другой стороны тебя контролит чувак, то есть твой соперник. И, не знаю, что обреченность, еще и авика в руках не было, так что четвертый наконец отжимает MVP. Я бы сказал, что это скорее неудача со стороны флэшгейминг. Они недостаточно хорошо подготовили флэшгейминг для врыва в базу B. Потому что позиция у опорника в винтруме была одной из дефолтных. Ты прячешься в уголке, когда иногда, ну, знаете, не то, что иногда частенько прилетают молотовые, даже без прочека. Команда атаки собирается выходить. Сначала задается молотов, потом уже дает раскид и выходит. Последний раунд в половине. Укрепление медла. В данном случае ближняя позиция. Даже пропушь нуля от игрока номер 5. Это у нас Солинья. И, не, 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 в ноль он все-таки не пошел. Просто занял правую стеночку или пошел. Прошел сквозь смоки и легкое первое убийство по Гонконгу. Любопытно, что не стал подбирать девайс. Но оно вполне понятно. Этот девайс точно контролировал бы кто-то из игроков команды флэшгейм. Так что здесь это не имело большого значения. С МП7 можно делать минус 5. И в свою очередь раскидывают А базу. Несмотря на то, что зашли туда в каком-то смысле, найти никого не удалось. Только сейчас фото-карт прорываясь сквозь смоки дает 3 килла, выпускает тиммейтов на флэнд. Вот это ниндзя. А тут второй ниндзя есть. Также заходит в спину и также хоронит троих игроков. Да что ж, такое он, да. В последнем раунде ребята действительно достойны друг друга. Прям раунд, который увидишь не каждый, наверное, даже месяц. Зеф в спину забирает последнего Саммера. И кто бы мог подумать, ты заходишь в спину делаешь 3 килла, а у тебя-то тоже есть соперник в спине и он тоже забирает троих. Шикарно! Последние два раунда. Половины забрали MVP, то, чего мы им желали. Посмотрите, сколько было проиграно. Семь. Семь подряд проиграли MVP, прежде чем найти свою ниточку. Ну, а пока у вас была возможность ознакомиться со статистикой. А вот и пистолетка. Второй половины столь важной для MVP, чтобы вернуться в эту встречу. Будет ли что-то быстрое или MVP сыграют контакт? Ну, понятно, просто не пуш. Сначала нужно занять сквики, чтобы открываться синхронно. А потом уже можно и выходить. Есть гранатки и смачок, который, скорее всего, будет отправлен туда на шорт. И флешечка, и даже декой, чтобы обмануть соперника. Двери уже открыты. Все примерно понимают. Игроки флеш-гейминг у них четверо под базой А, то есть три непосредственно на плейнте. И один будет играть в тучи чего с того самого шорта. Хотя нет. Игрок номер 9, Саммер, который играет против меда. Ну, конечно, должен смотреть и на центр карты. Все-таки сейчас он MVP сделает подсадку, наверное, вывалятся в мидл и вообще переместятся на Б. МВП решили не заходить в Аплэнд. И, как мы видим, это полностью оправданное решение. Главное не ждать слишком долго, потому что уже 49 секунд, и флеши тоже должны понимать, что это не обязательно Витя должен быть. Можно кого-то и сместить к Б, но жребий уже брошен. Да, мидл пройден, Саммер прекрасно, принимает первого. Этого все еще не достаточно. Здесь нужно было либо давать второй килл, либо, по крайней мере, не погибать. Вот так вот подставляться. Понятно, что пытался второго забрать, но, как мы видим, Гонконг оказался зажат с сторон. Также не получается и у Балуана занять вентиля. Тут уже мини-кс одна сетка. Его, конечно, наказывают. Дальше могли наказать и Джи. После того, как я считаю, все осы, они летят. Его закрывают. 10-6. Интересный выдался пистолетный раунд. В том отношении, что, казалось, MVP уже почти вышли на базу. Они заняли и сквики, у них была четверка под мейном и вот-вот уже. Но что-то щелкнуло, наверное, в голове капитана и ингейм-лидера. Ибо это был изначально намеченный план. И парни провели красочную ротацию. Флэш-гейминг, с другой стороны, к этому не приспособились достаточно быстро. Рано, конечно, говорить. Да и вообще анализировать атаку команды MVP лишь по пистолетке. Так что посмотрим за развитием событий на форс-раунде от флэш-гейминг. Ясное дело, ничего быстрого MVP оформлять не будут. Хотя, как ясное? Могли бы, конечно, и пропушить. Это же кэш. Почему нет? Но работают на качество. Итак, Гонконг. Есть попадание. И при этом весьма серьезное. Интересно, Диггл. 31. Это, наверное, прострелом в голову было абсолютно. Иначе я даже не знаю, как можно было столько урона-то внести. Наверное, прострелом в каску. При этом MVP уже вплотную подобрались к B. А здесь четверо. А это форс. И вот это-то может сработать. Сейчас в Гонконгу бы выстрелиться, забайтить немного внимания на себя, потому что осыка контролят. И вот они плотные раскидки. Все-таки Офики удалось открыться. Орк-трепов пытается забрать еще кого-нибудь. Нет, два размена. Сборная позиция от Диггла. Шанхай вместе с Гонконгом принимают этот заход. 1-2. Остается Минникс. Теперь 1-1. Неудачный выпад от Шанхая. Но на балу она... Ого! На балу она небеса спасает. Там, по-моему, было тоже попадание по каске, просто не ваншотного или ваншотного девайса. Не знаю. Но поджим на балуана в спину контролировался. Тем не менее, флешгейминг как в позапрошлом пистолетном раунде изначальный намеченный выход команды MVP зачитали, укрепившись на базе, а так и сейчас. Они вчетвером встали под B. И вот из-под этого плана MVP выпутаться уже не смогли. Уйти, скажем, из-под этого плана. Что же как-нибудь в последний момент развернуться, переместившись в противоположном направлении? 11-6. Обидно такое проигрывать. Ну, вообще, эту катку можно назвать каткой имени форс-раундов. И на мираже MVP два экономических выигрывали. И на трейне постоянно... Ну, было что-то похожее на кашеток и вовсе. Клащ с USP один в три был отыгран. Ну, а сервер показывает нам Big Map. На что же нам обратить внимание? Наверное, на подсадку. Summer работает за ящиком. Здесь нельзя пропускать соперников. Флэшгейминг это прекрасно понимают. Пистолеты на дальней дистанции работают и близко не так, как в упоре. Что, в общем, практика предыдущего раунда и доказала. Summer думал, может быть, нужно пропушить бы карман. Унес немного урона. Диггл. Катан. И Summer! Ну, ему жутко не везет сегодня. I don't know. Это 9 хп. Конечно, сам он играл очень осторожно. Молик и красный вот и все теперь многое зависит от Гонконга. А он, в отличие от прошлого раунда, в этом не сыграл, так как это было нужно. Ну, и, наверное, из-за ошибки Summer еще в том, что он будет заиграть. Уверенность работает у Луан. Играет одного. Присаживается в канал, чтобы его не забрал второй, но за все равно пикает. Шанхай 100 хп. Здесь контроль. Перекрестный огонь. Попадание по каске с расстрелом и добивание от Зеф. 11-7. Размены форс-раундами и почему-то я даже не удивлен. Не удивлен по той причине, что Summer сыграл не лучшим образом. Ему и на пистолетном раунде вот он сделал фраг, остался пять в четыре и нужно было скорее жить. А он все, знаете, пытался. То есть это не то, что прям его техническая вина. Он, может быть, просто очень сильно хочет помочь своей команде. Ну и в пистолетке подставился. В итоге четыре в четыре его килл ничего не дал. И сейчас тоже, наверное, он мог рассчитывать на преимущество пистолетов. Но это просто риск. Еще один форс от Flash Gaming. Они хотели пропушить мейн. Даже частично это сделали, но наткнулись на прокидки гранатами. Контроль с этой стороны. Зев остался красным, но свой фраг нашел. Еще один под пушмейна. В надежде, что не прочтут. Мол, ну одного-то в поджиме забрали, зачем остальным лезть туда же. Хотя, как мы видим, MVP вообще не особенно запариваются над мейном. Да и Flash Gaming до конца уже не пошли. Сделали подсадку на шрауда. Молотов на цемент. Ну и... А, даже не на цемент, а на вентиля. Второй молотов на вентиля. Ответственно. Не жалеет гранаток MVP на этот раунд. Не хочется, конечно, еще один Force проиграть. Какой-нибудь стрёмный, еще и 4 в 5. Так что работают на качество. Не будем забывать про позицию шрауда, но как раз-таки с мидла она засчитывается. Или не засчитывается. Хорошо, даже не посмотрел туда сами. Шантрайк перемеет. Шантрайк второго игрока, но как раз-таки второй красный игрок уходит. Это был Зеф. Он первым открывался под прицел игрока на шрауде, но в последний момент почему-то удача была. Здесь 5-7. ИДЖ остается красным, его не добивают. А вот представьте, добили бы ДЖИ с 4 хп, и Гонконг остался бы сейчас уже не 1-2, а 1-1. Было бы для него не 1-1. Тиммейт еще жив. Sorry, провтыкал. Правда, теперь уже нет. Хорошие размены. 11-8. Я что-то на второго и не посмотрел. И вот теперь экономический раунд. И вот теперь MVP могут всерьез претендовать и на вторую половину, ведь спич о том, что ты сайт на кэше все-таки несколько преимущественная сторона, никуда не ушел. И также мы обсуждали тот момент, что очень хорошая атака как раз-таки. И нельзя сказать, что она прям блещет, но она эффективна. Пока что первое убийство осок с двумя хп остался. Опять-таки взял трофейный калаш, дал его Гонконгу на верочке. MVP не запариваясь, дает гранаты и ходит на базу А. Ну и действительно, зачем им ждать, если у соперника на что здесь рассчитывать? Нужно использовать его мощь, мне, конечно, аир и, конечно же, уверенно забирать этот эко. Ну и вот калаш, который забрали в начале раунда, остался последним. Не удалось при фаером попасть в голову, хотя был достаточно близок. И вот он, девайсный. И вот они, коэффициенты, которые снова-таки изменились. Теперь действительно полностью согласен с букмейкерами. Победа флэш хоть и более вероятна, благодаря преимуществу по счету, но уже не так очевидно, как это было, возможно, после конца первой половины. Счет 10-5 и 11-7 несколько отличаются. Что же необычного мы можем отметить сейчас? Сквики. Занимается не сразу. В основном ребята работают на... Ну, ребята из MVP, я имею в виду. Работают на ожидание поджимов от Flash Gaming в первую очередь. Мейн, конечно же, сам Сквики, только сейчас туда отправляется G. Flash Gaming никуда не лезут. У них вообще максимально пассивные точки. Разве что можно отметить Осака в этом плане. Он вышел из плентан, встал на ящик. Знаете, такая игра на неждан. Сейчас, пожалуй, поздно отыгрывают MVP, они дают фейк на А точку, но бомба находится под Б, здесь все еще находится А, спорник, и, ох, какой сейчас интересный раунд может получиться. Если вот этого господина пройдут без размена, тогда все может быть четко, или на него вообще идти не следует. Пойду, вот так, делает один килл, второго оставляет красным. Ну, лука-малука с одной стороны, с другой MVP по хп все на порядок хуже, и при этом Flash Gaming уже получили информацию о том, что это база B. При этом люркеры они тоже должны зачитывать, даже люркеры зачитывать его не нужно как можно быстрее обезвреживать бомбу и непонятно успеет G или нет. А, нет китов, тогда, конечно, точно успеет. G идет на шифте, будет ли выходить из коттейли, захочет засейвить. Ну да, у него 16, он особенно и не запаривается. Бомба обезврежена, G решил сохранять девайс, вместо того, чтобы пытаться растаскивать Clutch 1-2. Скажу честно, на мой взгляд, это очень необычное решение. обычно террористы особенно 1-2 предпочитают выбивать, даже если ситуация окажется безнадежной. Но тут свой девайс он решил сохранить. Ну, конечно, на экономику бы это никак не повлияло, на личностную экономику, потому что после обезвреженной бомбы и сейва деньги все-таки дают. И пауза. Что же вы тут пока пишете в чате? Преимущество по счету два раунда, один из которых... Ну, по факту преимущество или нет? Преимущество по счету это так и называется. Ну да, тимплея немножко не хватает. Командам нужно больше времени на тренировки. Быстрый раунд от MVP. на точку. Или не быстрый. Нет, не быстрый. Сразу же занимается мейн, но бомбка спасат. Он дал пускать двоих игроков. Ребята очень-таки хотят разыграть быстрый сплит. Вот так это работает. Шанхая уже забирают. Это позиция в шарте, которая работает. Нет, возможно, это не так. Он играет осторожный самару, но он так хотел помочь тиммейтам. Да и опять же, что ему делать? Просто сидеть за пикапом и ждать. Все-таки попасть в голове не всегда получается по игроку КТ, который сидит за этой машиной. Но MVP. Пауза явно пошла им на пользу. Обсудили раунд и флешгейминг. Конечно, могли ожидать чего-то быстрого. Да и вообще многие аналитики, комментаторы говорят о том, что быстрые раунды после тайм-аута это, вероятно, психологический маневр. Многие сидят, не понимают, ну вот зачем брать тактическую паузу и потом что-то рашить. Но это наоборот нежданчик. Ведь флешгейминг наверняка ожидали. Что их попытаются обвести вокруг пальца. Сейчас же ничего такого не произошло. Очень красиво выполненный сплит выход на Аплент. И опять не денег у флешгейминг. И опять преимущество сокращается. MVP же прошлым раундом показали, что устье идей все еще не опустело. необычные раунды у них есть. В чате чувак пишет еще не видел ни одного игрока, который бы играл лучше, чем я. Вот это поворот. Форсбай от флешгейминг. Здесь даже не один, а два экономических придется китайцам отыграть. Один из раундов подобного плана флешгейминг уже выигрывали. Но пока что уцепиться за килл не удалось. Красным остался сам на балуан. МВП, конечно же, ожидают контр поджимов от флешгейминг, поэтому сейчас сами быстро не играют. Но все-таки если бы они, знаете, еще раз реализовали попытку сплитана или быстрый выход, могли бы наткнуться на укрепление. Но вообще игра МВП выглядит ответственно. То есть и близко с трейном это не сравнить. Массовый раскид по базу и кто же сделает первое убийство? Кто же станет героем своей команды? Насколько немаловажный вопрос это поможет. Пока погрузчик пытается снять один из игроков флешгейминга, два, здесь двойка, здесь два, даже три фрага в ответ от команды МВП, что и позволяет им выйти вперед. Третьим, скорее всего, погрузчик как раз и забрали. Осак идет из мейна, получает дым, может проходить и через этот дымок на самом деле, но остается последний, так что это уже не важно. Обратите внимание, 8 секунд оставалось за отключение. Это браунда, медленно и размеренно играли МВП. Теперь они заставляют соперника сливать и флешгейминг придется с этим смириться. 12-12, счет будет равный. Врыв в мид. Теперь на экономическом все можно делать более свободно. Конечно, гранатки потратить будет не лишним. отрезать цемент на всякий случай. Поджим с Квики. Сделал вид, что бежал обратно. На самом деле, не убежал. Пытался найти подсадку. Вот и преимущество. А вот и повторный поджим. Теперь у другого игрока, но его тоже ждут. Его тоже ждут. Да, да, да. Не работает такое. Точнее, работает, но далеко не всегда. Вообще, это интересный такой психологический маневр. Идти поджимать ту же точку, где только что погиб твой тиммейт, например. Ну, сейчас как-то и просто пистолеты на руках, и MVP, в принципе, все равно. Они каждый раунд начинают примерно одинаково, то есть разбредаются по позициям. Не ожидаем. Не то, что разбредаются. Сейчас они сидели в основном под подсадкой, да и в пятером они выходят через одно направление, то есть через шорт. Зачитан. Как, в общем-то, зачитанный выход в Аплэн. 24 секунды медленно работают MVP, как против форсов, так и против эко-раундов. Вбивать ни Осок, ни Гонконг не будут. Рано или поздно, наверное, в этом раунде MVP сами побегут. А MVP не побегут, ну им тоже это делать нет никакого смысла, потому что у соперника эко и то, что ты, ну, все, что ты, как бы, заработаешь, это 300 долларов за убийство и можешь выбить USP. С другой стороны, сам можешь наткнуться на двух игроков, например, или даже на одного не справиться с ним и потерять 5000. Так что оставшиеся игроки флэш немного подождат. Ну, по крайней мере, один из них это Гонконг. Сам пошел продавливать, немного пострелялся с ним. Не особенно-то активно воевать и хотели. Бол, зачем нам это нужно? 12-12, временная ничья. Теперь любой команде на сервере нужно взять 4 раунда для победы. Ну, и, конечно, если каждая возьмет по 3, нас ожидают сладкие дополнительные раунды. плюс чат, если ждешь повертайма больше начала учебного года. Или что-то в таком духе. Нет китов у флэшгейминга и вообще по закупу дефицит. Тот форс, что они делали в позапрошлом, серьезно ударил по их финансовому состоянию. Так что флэшам приходится угадывать. Они вновь-таки большинство своей команды отправляют под базу бетом тройка. Один на коннекторе, контролирует центр и лишь один опорник находится непосредственно на пленте А. Несколько секунд назад MVP дали мини-раскидку на плент, дали туда смачок, немного постреляли. Но сами не вышли. Возможно, только после второй волны. Бомба все это время на токсике находится. Так что то, что сейчас делает MVP, больше походит на фейк раун. Вот очень плотные дымы. Это, конечно, экзотично. Зев проходит через дымы. Он уперся своего соперника, его следом забрало на балуанок. Какой же шикарный маневр. Показал нам Зев. Без длина. Он видел там двух траков и почему-то решил через этот молотов. Саммер или кто-либо другой не будет его пушить. Просто крайне оптимистично он повернулся спиной вообще-то. Но значение этого уже не имеет. Значение это уже не имеет. Ксиган. Сейчас, может быть, подрежет еще кого-нибудь. Но его позиция непредсказуемая. То есть кто-то из игроков флешгейминг вряд ли вот прямо сейчас может ожидать ксигна здесь жосок а вот и инста-хэдшот. Да. Атака от мвп все-таки есть. И при этом это тоже хорошо. В этом отношении не в первый раз мы видим такие прорывы сквозь дымы. Сейчас Зев оформил его. Мягко говоря мастерски. Мы помним насколько важен этот раунд был для флешгейминга с одной стороны и с другой сколь шатко было их экономическое положение. Так что и в прошлом раунде нормально закупиться не смогли в плане гранат. Поэтому ну мне кажется поэтому угадывали. Сделав ставку на б-плэнд. Сейчас вообще пистолеты армора. Меникс сверху. Посок прямо под подсадкой. Очень часто такие позиции работают. Особенно если вы забываете внимание на себя. Сами шатко 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 забирают. Он на мидл вообще третьем пришел знаете уже под конец движухи. Я тоже хочу кого-нибудь убить. Складывается впечатление что мвп гейминг в некоторых раундах и делать ничего не нужно. Как это конечно бывает на форс раундах. Сейчас они конечно отправили игрока на подсадку но и сами игроки флэш гейминг жали мид. На форс раунде это могло и сработать. Морик чтобы обезопасить себя от позиций за ящиком следом прилетает второй гранат мвп конечно не жалеет. И это тоже приносит свои плоды. Прокидывают на луана. Последним падает гонконг падает гонконг. Знаете как-то драматично звучит чересчур прям целый гонконг взял и упал. Эх как же так. Хорошо хоть не шанхай. Плюс в чадо просто минусы посыпались. Не хотят парни вартайм смотреть. итак все начинается с подпуша токсика от команды мвп. Занятие по респауну великолепный гранат ммикса отстрел первого же осака который наверное в винтрум и хотел просочиться но сделать этого было не суждено. Что же дальше снова тактика выжидания. Понимают игроки мвп что у флешгейминга положение тяжелое и они могли бы ввязаться в какие-нибудь пуш войны. Поэтому стоять дисциплинированно. Тем не менее основной костяк из-под позиции базы б они не оттягивают. Граната следом. Флешка по-моему себе же в глаза прилетела но это не особенно важно. трипла команда мвп уже готова раскидываться и выходить в мидл. В вентилях никого нет. На всякий случай туда отправили молотов. Проверили ближние углы. Еще один опорник А базы смещается под Б. Неплохая раскидка которая заставляет Шархая сместиться обратно на КТ. Который за этим молотовым заходит свое убийство и вот тут как не кстати для Шархая вентруме оказывается Зев. Вот вентруме наверное опорника и не хватило. 15 раунд для команды мвп и на Балуан вообще уходить должен. По большому счету флешгейминг дадут 3400 и это все деньги ну плюс-минус от того что есть сейчас на которые они будут закупаться так что калаш в сложившихся обстоятельствах прямо на весь зал ну не калаша кольт в данном случае хотел сказать кольта и там буква к и там буква к а как-нибудь уже эти зрители разберутся шикарное положение трупа знаете если бы не кровь я бы подумал что чувак даже не умер просто чилят перед началом следующего раунда боже тут начинается уже разочарование так пока пауза от кого же она там эх снова не увидел невнимательный сегодня комментатор ну наверное от флешей то есть какой здесь смысл вообще по уходу этих азиатских квалификаций на это я обращал внимание неоднократно мало какие команды берут тайм-ауты в принципе а если и берут то все ограничивается ограничивалось по крайней мере в тех матчах что я комментировал буквально одним но в основном этого не было сейчас первый даже не матч а карта первая или вторая карта где я вижу два тайм-аута и более господи не пугай меня так террорист это же незаконно кстати отдельное спасибо обсерверам за работу и режиссерам конечно же тоже не забывайте что не только комментатор это став на трансляции работает куча людей каждый из которых заслуживает вашего респекта а может быть даже подписки в инстаграм или твиттер что ж два кит пакета это не так-то плохо да и бай не выглядит столь уж чудовищно да пришлось чем-то пожертвовать может недостаток огневой мощи но гранаты есть киты есть автоматы есть мвп снова просто ждут как показали предыдущие раунды это наиболее эффективно в большинстве случаев позволяет мвп наиграть преимущественно или по крайней мере игроков не терять все-таки вторую половину и атаку мвп конечно вместе были видны заготовки после таймаута флэшей я тогда ошибся сказал мвп брали таймаут это был таймаут флэшей после этого ведь мвп разыграли впечатляющий сплит через мидл и мейн ну а что касается текущего раунда через подсадку на 44 секунду занимают центр чекают осаку и первый килл есть размен от шанхая он пытается уйти куда подальше ведь у него все-таки но по-моему машину под названием мвп то под ником Зеф еще и просачивается на длину будет отрезать перетягивающихся игроков конечно это зачитывание мвп Зефу вполне хватает для того чтобы забрать Саммера условно говоря в спину то есть Саммер конечно стрелялся лицом к лицу это была не спина но позиционно это конечно тылы на балуан вместе с Гонконгом дают очень важные фраги и теперь клач один в один при счете 15-12 но не подарок ли небес друзья ну давайте посмотрим у микса шансов побольше банально изоустановленной бомбы но есть молотов у на балуана и если он использует этот молотов по назначению миниксу может прийти снесладко но миникс стоит в открытую на балуан то ждет какой-то закрытый поинт а миникс сам репикает и это оказывается успешно вот видите миникс переиграл на классе на балуана прямо сейчас не стал где-то морозиться а просто дождался нужного момента и вышел забрав соперника в спину я слышу наушники режиссер и не могу сконцентрировать спасибо спасибо большое матч подошел друзья к концу мы поздравляем команду MVP с тем что они одержали победу со счетом 2-1 по картам ну флэши не покидают конечно турнир их ожидает нижняя сетка матчи пройдут ну завтра уже послезавтра следите за анонсами в группе KSSLTV там расписание обязательно будет на сегодня все спасибо большое за просмотр если что извиняюсь за не слишком активное комментирование увидимся не знаю когда недельки через две всем удачи всем спасибо за просмотр и пока делай ставки на GGBet лучшие кибердисциплины пополняй популярными платежными методами крутые мини игры круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков регистрируйся уже сейчас GGBet лучшие ставки на киберспорт на киберспорт на киберспорт на киберспорт